Привет! Сегодня в видео подборка лучших ноутбуков стоимостью до 80 тысяч рублей. Погнали! Заслуженное первое место забирает девайс от Asus с прекраснейшим OLED-экраном VivoBook 16X. И прелесть здесь не только в матрице. Во-первых, разрешение дисплея составило 3840 на 2400 пикселей, во-вторых, цветовой охват на 100% соответствует кинематографическому стандарту DCI-P3. Ну и в-третьих, диагональ экрана 16 дюймов. На таком девайсе круто не только работать с графикой, но и просто наслаждаться мультимедиа-контентом. Под капотом старенький, но достаточно мощный прот с Ryzen 7 4800H с отличной встройкой Vega 7. Конечно же, в родном разрешении поиграть в тяжелые AAA-тайтлы вряд ли получится, но если перейти на Full HD, то эта встройка потянет практически любую игрушку. С ОЗУ здесь тоже порядок, с завода установлено 16 гигов. Да и SSD на терабайт тоже не может не радовать. Клавиатура здесь полноразмерная, а в тачпаде можно заметить сканер отпечатка пальца. На боковых гранях минимально необходимый набор интерфейсов, в числе которых есть и один Type-C. Аккумулятор обеспечит порядка 10 часов автономной работы, если не зависать в приложениях или играх. Ну и заплатить за эту модель придется чуть больше тех самых 80 тысяч. Я на 100% уверен, что ноут стоит этих денег. Но хочу отметить, что цены меняются чуть ли не ежеминутно, поэтому я оставил ссылки на все модели из топа в описании. Переходи по ним, если хочешь посмотреть актуальную стоимость или почитать отзывы от других покупателей. Второе место занимает не менее достойный ноутбук, который очень похож на предыдущую модель. Это Mi Notebook Pro от Xiaomi, получивший все тот же OLED-экран с частотой 60 Гц, но уже при чуть меньшей диагонали в 15,6 дюймов. Разрешение тоже слегка уменьшилось до 3456 на 2160 пикселей. Матрица по качеству ничуть не хуже, чем у Asus. Цветовой охват DCI-P3 на том же высочайшем уровне 100%. На борту установлен чуть более свежий камень Ryzen 5 5600H, но уже с 6, а не 8 ядрами. Встройка по неймингу такая же, Vega 7, но по характеристикам она чуть лучше за счет увеличенной на 200 МГц частоты графического чипа. В целом по уровню производительности проц максимально приближен к своему конкуренту, даже несмотря на 6 ядер процессора. А вот SSD накопитель здесь в два раза меньше 512 ГБ. Хотя большинству за глаза хватит и такого объема. Да и докупить еще один твердотельник или заменить имеющиеся не так уж затратно. Радует наличие Thunderbolt 4 порта и сканера отпечатка пальца. Батарея очень даже неплохая, 10-11 часов без подзарядки будет обычным делом для этого ноута. Дизайн конечно дело сугубо индивидуальное, но мне девайс от Xiaomi понравился больше, чем модель от Asus. Сказывается алюминиевый корпус, который выглядит более премиально, чем пластик. По стоимости это устройство обойдется буквально на пару тысяч дешевле. Какой ноут тебе зашел больше? Поделись мнением в комментариях, а еще можешь поставить лайк этому видео и подписаться на канал, я буду очень признателен. Тройку лидеров замыкает игровой лэптоп от Gigabyte G5MF. Этот ноут прекрасно сбалансирован по всем параметрам, но есть у него одно слабое место, не позволяющее поставить девайс на более высокое место в топе. Это экран, который получил цветовой охват NTSC в 45%. Поэтому для работы с фото и видеоконтентом он не очень подходит, зато в игровом плане дисплей прекрасен. 144 Гц, IPS-матрица, Full HD разрешение 15,6 дюймов. Главный компонент ноутбука – видеокарта RTX 4050 на 6 гигов памяти. В тандеме с процессором i5-12500H она вытягивает Cyberpunk 2077 на ультрах при 54 фпс в среднем. Правда, для таких игр желательно приобрести дополнительное охлаждение в виде подставки. Как бы производители ни старались, идеальный теплоотвод в таком небольшом корпусе обеспечить крайне сложно. С ОЗУ и SSD порядок 16 и 512 гигов соответственно. Разъемов на боковых гранях хватит даже самому привередливому пользователю. А вот батарея традиционно для геймерских ноутбуков хромает. Вряд ли ты сможешь поиграть на нем больше 2-3 часов без подзарядки. Ценник на G5MF стартует примерно с 79 тысяч рублей. Ну а в моем телеграме есть еще больше крутейших подборок на компьютерную тематику. Там же я выкладываю скидочные промокоды для моих подписчиков. Ссылка в описании, переходи, обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить полезную инфу. В середину топа забрался еще один ноут от Xiaomi Redmi Book Pro. Это очередной лэптоп с прекрасным экраном. На этот раз мы имеем дело со 120-герцевой IPS-матрицей и разрешением 2560 на 1600 при диагонали 14 дюймов. Цветовой охват по стандарту sRGB 100%. Как ты уже догадался, это ультрабук, поэтому вес в чуть меньше полутора килограмм совсем не удивляет. Толщина в 16 мм тоже радует по степени портативности, это превосходный ноут. С производительностью тоже порядок. Ryzen 7 6800H с графикой Radeon 680M удовлетворит потребности большинства пользователей. Вкупе с 16 гигами памяти LPDDR5 ноут работает очень быстро, да еще и зарядку держит более 10 часов. В общем топ за свои деньги, как часто говорят про Xiaomi. Ну а стоит он порядка 81 тысячи рублей. Далее в топе еще один ультрабук, но уже от Huawei MateBook 14. Разрешение экрана здесь поменьше, но оно все еще впечатляет. 2160 на 1440 пикселей. Охват sRGB 100%, но самое интересное сенсорный дисплей. Наверняка многие им так ни разу и не воспользуются, но наличие такой возможности не может не радовать. На борту современный камень i5-1240p с отличной встройкой серии Iris Xe. На ультрах в AAA тайтла не поиграешь, но на минималках и в Full HD вполне. Привычные атрибуты линейки мейтбуков тоже на месте. Сканер отпечатка пальца, скрытая веб-камера, аккуратный дизайн с алюминиевым корпусом и удобное взаимодействие с устройствами экосистемы Huawei. Текущая цена устройства порядка 79 тысяч рублей. Череду ультрабуков продолжает 14-дюймовый MagicBook X14 от компании Honor. Прослеживается ожидаемая схожесть с мейтбуком, но все-таки несколько отличительных особенностей выделить можно. Веб-камера здесь расположена на традиционном месте, весит устройство на 90 грамм меньше, что слегка ощутимо. А еще оно живет дольше на час-полтора без подзарядки. Правда, есть и менее приятные отличия, например, меньшее разрешение экрана. Радует, что качество матрицы осталось на высочайшем уровне, а хват sRGB те же 100%. Начинка тоже чуть слабее, особенно по части встроенной графики, но и по стоимости ноут практически на 5 кусков дешевле, около 74 тысяч рублей. Завершает подборку игровой девайс от MSI Sword 17. Это самый большой и тяжелый ноутбук в подборке, он весит 2,6 килограмма, а диагональ экрана здесь достигает 17,3 дюймов. Разрешение Full HD, матрица IPS, частота обновления 144 Гц. На борту старенький камень i5-11400H, а за графику отвечает дискретка RTX 3050 Ti. Пусть это и не самое свежее сочетание железа, его вполне хватает для Full HD гейминга, пусть и не всегда на высоких настройках. ОЗУ в 8 гигов, конечно, маловато, но объем можно увеличить. Набор разъемов вполне типичный для игрового ноута, а цена могла бы быть немного меньше. Сейчас же ноут продают примерно за 79 тысяч рублей. На этом я буду заканчивать. Ссылки на все модели из топа ты найдешь в описании. Не забудь заглянуть в телегу за промокодами на вкусные скидки. Подписывайся на канал и ставь лайк данному видосу, если вдруг не сделал этого раньше. Напиши в комментах, какой ноут тебе понравился больше всего, а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока!